Всем привет, меня зовут Инесса, я сама из Казахстана, на данный момент я проживаю в Тунисе. Хотелось бы немножко поговорить о ситуации, которая происходит сейчас в Тунисе, а именно конкретно она происходит во всем мире, эта ситуация, и Тунис, конечно же, не исключение. Что мы имеем на данный момент? На данный момент мы до 4 апреля у нас карантин. То есть государство сначала приняло меры, что с 6 вечера до 6 утра нельзя выходить на улицу. Многие кафе и кофе поначалу работали, выдавали все это в пластиковых стаканчиках. Обычную посуду люди не использовали. Затем государство ужесточило меры и тем самым закрыло вообще полностью все кафе, все кофе, все торговые, детские площадки, абсолютно все. И у нас карантин с 6 вечера до 6 дня. Но после того, как государство увидело то, что это не особо эффективно, и люди продолжают ходить, заражая друг друга, государство ужесточило меры. Сейчас вообще нельзя выходить на улицу. Ты выходишь на улицу только по необходимости, то есть это в аптеку и приобрести какие-то продукты. Если вы идете приобретать продукты в магазины, в какие-то супермаркеты, то пускают в магазин всего лишь по 7 человек. Например, это Carrefour у нас, MJ, Sorry Max, это такие вот большие супермаркеты. При этом люди стоят на улице, метр друг от друга у них идет дистанция, и запускают в магазин всего лишь 7 человек. В общем, поехать приобрести сейчас какие-то продукты, но это достаточно проблематично, потому что ты должен отстоять достаточно большую очередь. Либо это нужно идти прямо рано-рано утром, ну, чтобы пока все люди спят, ты пользуешься моментом и покупаешь то, что тебе необходимо. При этом хотелось бы еще также сказать, что у нас дефицит идет сейчас муки и манки. Почему манки? Потому что из нее здесь пекут тоже хлеб, ну, и люди, видимо, все поскупали просто. Вот, потом тоже с овощами и с фруктами немножко напряжка идет. Потому что вот эти вот люди, грасистые, они сами поднимают цены, насколько они хотят. Ну, а люди, хочешь не хочешь, по-любому будут приобретать. Дорого, дешево. Кушать захочешь, будешь приобретать по любой цене. Вот, поэтому с фруктами и овощами сейчас обстоит обстановка, то, что три раза в неделю вы можете только пойти, это во вторник, в четверг и в субботу, приобрести себе фрукты либо овощи. Может быть, в каких-то других отдельных районах, как бы, оно работает все, но тогда у вас будет настолько минимум продуктов, это будет картошка и лук. Например, у меня муж сегодня был в овощном ларьке, он сказал, кроме картошки и лука, там больше ничего не продается. Поэтому ситуация немножко такая напряженная. Тунис полностью закрыл свои границы. Как бы сейчас нельзя не вылететь из страны. Прилетают, наверное, только те, которые застряли в каких-то странах. Например, в Египте. Очень много тунисов застряли в Египте, либо же в Марокко. Ситуация очень сложная, ситуация очень тяжелая. То, что люди сидят как в тюрьме на самом деле. И то, что как бы март месяц можно было выжить, потому что у людей была зарплата. Но с начала апреля людям зарплату не будут выдавать. На что будут жить не только бедные люди, а вообще все люди. На что они будут жить? Потому что продукты-то надо ходить покупать. А если у людей нет запаса каких-то денежных средств, то это, честно, это катастрофа просто. Мы не знаем, что у нас будет в ближайшие месяца. Что будет в ближайшие недели. Потому что ситуация вообще непонятная. И насчет того, что будет ли туризм вообще в этой стране, это тоже остается все под большим вопросом. Потому что люди, которые приезжают и со границы, и их с аэропорта сразу отвозят в специальные отели, которые выделили для карантина. Получается, люди находятся в изоляции, они даже не видят своих родственников, чтобы отсидеть этот карантин 14 дней в каком-то определенном месте. В основном всех их увозят в отели. Ситуация в больницах тоже такая немножко неясная. Потому что тоже не хватает каких-то больничных мест для больных. В моем городе, в Сфакси, где я проживаю на данный момент, в Тунисе, заражено тоже несколько человек. Поэтому государство старается изолировать людей друг от друга, чтобы держать этот вирус под контролем. И знаете, честно, здесь у меня такой большой вопрос. Говорят, что этот вирус не выдерживает большой температуры. У нас в Тунисе уже погода доходит до плюс 22. Конечно, бывает и плюс 18, и плюс 19. И то сейчас у нас немножко идут дожди. Но при этом каждый день выходит солнце. И вот с 12 до 3 часов дня солнце прям хорошо пекет. Ну и, наверное, вот в этот момент доходит градус до плюс 19, да, плюс 22. Но при этом говорят, что у нас вирус этот есть. Видимо, он устойчив всё равно к тёплым условиям. Но вот даже если посмотреть статистику, то что очень много африканских стран заражены этим вирусом. Например, Эфиопия, Кения, Гвинея. Ну, как бы вот в Катаре, например, тоже очень жаркая погода стоит. Говорят, уже один человек умер от этого вируса. Сейчас ситуация очень тяжёлая во всех странах мира. Как бы мы можем наблюдать то, что и в Италии сейчас тяжело, и в Испании. Даже уже Америка вышла на третье место по вирусу. У нас в Казахстане, например, я, как говорила, что я из Алматинской области, из маленькой деревни. Даже у нас сегодня делали дезинфекцию. И сказали на 5 часов, ну, как бы не выходить на улицы до 5 вечера. В общем, ситуация не очень лёгкая, не очень простая. Ну, если честно, я очень хочу верить, что скоро всё это нормализуется. И мы начнём жить прежней жизнью. Поэтому мы просто будем сидеть, наблюдать со стороны, что будет происходить дальше во всём мире. Пишите мне в комментариях ваше мнение по этому вирусу. Мне будет очень интересно почитать. Потому что, если честно, у меня очень двоякое мнение по этой ситуации. Очень бы интересно было бы почитать ваше мнение. Поэтому берегите себя, берегите своих близких. Всем вам хорошего дня, всем вам хорошего настроения. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok